Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля, и мы продолжаем говорить о дисциплине. Одно из главных, чему необходимо научить детей, это уважение к авторитету и власти. Вообще, я считаю, что тема ответственного отцовства – это вообще тема национальной безопасности. Дело в том, что отец – это первый и достаточно сильный представитель власти для любого человека. Отец – носитель власти, и реализация этих властных полномочий отцом во многом определяет вообще модель отношения к власти со стороны ребенка. Например, если отец был деспотичный, наказывал за любой проступок, не разбирался, кто прав, кто виноват, насколько проступок серьезный, а просто бил или там ставил в угол или сразу чем-то так серьезно ограничивал, то когда ребенок вырастает, он выходит в мир и он ко всем носителям властных функций относится, мягко говоря, с подозрением. Если отец был попустительствующим, вообще не пользовался своей властью, ему было все равно, что происходит в доме, он перекладывал ответственность на других, то у ребенка формируется вот это понимание, что власть безответственна. И когда он встречает выросшим уже человеком, взрослым, встречает представителя власти, он не уважает его. Я привел намеренно две эти крайности. Но отношение к власти формируется в семье и формируется отцом. Мы должны быть теми людьми, кто помогает нашим детям формировать. В том числе, не стесняясь пользоваться этой властью. Власть дана нам для того, чтобы мы защищали нашу семью, помогали нашим детям формироваться целостными личностями, уважающими эту власть. Если мы не будем этим пользоваться, то, конечно же, никого правильного представления о власти у детей не будет. И когда мы говорим о применении власти, речь идет не только о том, что мы имеем власть служить нашим детям, хотя это в первую очередь, но мы имеем право предъявлять определенные требования и требовать их исполнения. А в случае неисполнения применять карательные меры. То есть каким бы то ни было образом наказывать. И если мы с вами правильно делаем это, то у нашего ребенка формируется правильное отношение к власти. Он уважает носителей власти. Он понимает, что эта власть не будет ни деспотичной, ни расхлябанной. И тогда мы воспитываем не только зрелые личности, но и качественных, хороших граждан, которые будут и патриотами, и созидателями своей страны.